Мы с коллегами встречались с Константином и Денисом чуть-чуть заранее и договорились, что будут распределены роли. У Дениса будет роль гуманитария, а у Константина роль человека, который оперирует точными цифрами. У каждого из спикеров будет небольшое выступление, прямая речь. А потом мы подискутируем. У нас есть один провокационный вопрос, который я задам чуть позже. Я передаю слово Денису. Денис, гуманитарная точка зрения. Я все думал, с чего начать, но поскольку это такой экспром тоже будет, а не заготовка. Я в течение шести лет вел экономическую программу на радио. И у меня своя социология получилась, потому что туда народ активно очень звонил, задавал всякие вопросы. И мне приходилось как-то на них отвечать. Так вот, регулярно, независимо от погоды, времени года, экономической ситуации, задавался вопрос, будет ли дефолт? Вот дефолт, инфляция, это все одного порядка вещи. То есть, понимаете, это не про экономику, это про психиатрию. Как бы ничего личного, что называется, но когда... Вот там есть замечательный слайд, на который я обратил внимание. Это будет, да? Я сейчас вам покажу. Вот, смотрите, восприятие месячной инфляции. А здесь, читайте, выросли очень сильно. Что выросли? Инфляция? Фиг вам, цены. Потому что инфляция и рост цен, это не одно и то же. И у людей-то спрашивали про цены, а не про инфляцию. Вот цены у них выросли. Про инфляцию они вообще ничего не знают. Что это такое? Им сказали, что это одно и то же, обманули их. По большому счету. И они теперь... Инфляция для них это такой зверь непонятный, но страшный. И как и дефолт, он уходит где-то и может в любой момент прийти, неизвестно почему, неизвестно чем это кончится, но будет плохо. Вот тот слайд, где мы как бы остановились и обсуждали инфляцию Росстата, наблюдаемая инфляция. Ну, понятно, что Росстат меряет одну корзину, у каждого человека другая корзина. Но люди-то не понимают, что меряется корзина. Они же думают, что вот как бы меряются ощущения. У меня есть, опять же, лирическое отступление, такой проект в виде хобби управления семейным бюджетом. И я, опять же, читаю лекции, веду семинары и общаюсь с живыми людьми. Так вот, живые люди, даже те, которые пытаются это делать, они не в состоянии озвучить цифры относительно своего семейного бюджета. Мне не встречался еще ни один человек, включая людей с экономическим и финансовым образованием, который мог бы ответить на простой вопрос, какой у тебя доход, но не в месяц, а в год. У тебя, а не дай бог, еще у твоего домохозяйства. Они этого не знают даже близко. Зарплату назвать могут. Понимаете, то есть для меня, например, ну не совсем загадка, зачем мерить вот эти ощущения населения, особенно Центробанку. Но сейчас я уже перейду к тому, зачем, собственно, Центробанку. Да, кстати, еще вишенка на торте. Центробанк сегодня испустил заявление по поводу вашего исследования. Вы знаете, наверное, да? В котором заявил примерно следующее. Не дорос еще наш народ до понимания того, что на самом деле такое инфляция. Ну, то есть то, что я вот сейчас говорил, только другими словами, более корректно. Потому что привыкли мы в течение многих лет к очень высоким уровням инфляции. И чтобы теперь привыкнуть к низким и осознать, что они действительно низкие, нужно много времени. Но что, в принципе, правда. Теперь, почему Центробанк так волнует ожидания населения? Ну, или даже не ожидания, а вообще ощущения. Ощущения там от текущей инфляции и ожидания. Потому что Центробанк, несмотря на то, что его несправедливо абсолютно обвиняют в том, что он как бы отказывается от решения задачи экономического роста, сосредоточен на какой-то там своей абстрактной инфляции, он озадачен таки задачами экономического роста. И его стратегия, озвученная самим Центробанком же, состоит в том, что при низкой инфляции, конкретно 4%, открываются так называемые инвестиционные возможности. Физические и юридические лица не инвестируют при высокой инфляции. А если опустить до 4%, ниже там уже риски дефляции появляются. До 4% если опустить, то они начнут инвестировать. И, собственно говоря, задача запуска нового механизма экономического роста состоит как раз в том, чтобы запустить не новые расходы населения, а сначала инвестиции, новые рабочие места, повышение производительности труда и повышение зарплат, а потом уже, собственно говоря, потребление на этой основе, а не на основе там необеспеченных кредитов. И именно поэтому Центробанку интересно и важно, как люди ощущают инфляцию. То есть инфляция в этой ситуации становится таким ключевым параметром, совершенно неожиданно, который указывает на то, а случится ли этот инвестиционный бум или нет. Есть в зале вопрос от Дмитрия, вернее, возражение. Что первичка, курица или яйцо? Потому что инвестиции под будущий спрос осуществляются. А если спроса нет, так а нахрена их осуществлять? Кому продавать? Вот и простой ответ, что ничего нету, никакого экономического роста. Это первая тема. А вторая стоимость инвестиций. Реальный процент годовых, который... А инвестиции обычная штука длинная, это не оборотка на два года. Это 3-5 лет. И эти 3-5 лет надо будет отбивать реальный процент 6% годовых. Реальный. Который раньше был равен нулю. Вот совсем недавно, в эти 10, 11, 12 годы. Так что ничего не будет. Дима не верит. Нет, я сейчас вообще как бы не обсуждаю, будет, не будет. Я пытаюсь как бы объяснить, почему Центробанк волнует инфляцией. Ну и точнее говоря, ощущения граждан по поводу инфляции. Объяснение, почему они медленно и не хотят снижать, перерегулируют ключевую ставку. В сторону очень высокого реального процента. Хорошо. Это была гуманитарная точка зрения на инфляцию. Это прямо самое, что ни на есть монетаристская была. Теперь послушаем другую точку зрения. Она не столько будет другая, сколько, так сказать, помучаю вас цифрами. На самом деле подхвачу ту мысль, которая была только что сказана, хотя я не собирался с нее начинать, но раз уж, так сказать. Вот если мы почитаем, послушаем, да, Центральный банк снижает процентную ставку. Да, и в общем-то все, наверное, как-то должны воспринимать, если они знают русский язык и, так сказать, имеют хотя бы элементарную логику, что идет какой-то процесс, который неким образом ситуацию, там, ну, не знаю, облегчает, улучшает, смягчает, по-длядя. Но это на самом деле иллюзия, как, в общем-то, в принципе, инфляционное ожидание тоже. И эта иллюзия как раз ровно в том, о чем только шла речь. Если мы вспомним, что было в начале этого года, ну, примерно, да, была ставка 10, что-то в этом духе, инфляция была, там, 6, да? Ну, не-нет, тогда еще где-то была, так сказать, была 6, да, там, как-то... Ну, по итогам прошлого года. Да, 6-7. Значит, ставка была, если мы вычтем из одного-другого, а ставка была 4. Сегодня у нас инфляция, там, 3, условно говоря, 2,75. Ставка у нас сегодня 8,25. Если мы вычтем из одного-другого, мы получим 5. То есть, на самом деле, мы ничего не снижаем, с точки зрения реальных вещей, да? А мы, на самом деле, увеличим. Кстати, если мы посмотрим на американские центральные банки, он делает нечто похожее, только там просто пропорции другие. Маржа поменьше. Да. То есть, на самом деле, вроде бы как, он ужесточает политику, а если вы почти пересчитаете это в реальной ставке, вы поймете, что он ее, на самом деле, как минимум, не ужесточает, а даже, может быть, смягчает. В отношении всяких ожиданий, вот то, что люди должны дождаться, люди должны созреть, у них есть большая и длинная память, и они как-то, вот эти все инфляционные ожидания должны сквозь себя прожить. Недавно, готовясь к какой-то статье, я нашел, в общем, материал, который повторяется из других разных, из одних, с точки зрения других. Это то, насколько обесценился американский доллар с момента установления ФРС, создания ФРС, с 13-го года, ну, по сути, за 100 лет. Сейчас по покупательной способности доллар равен примерно 3 центам, которые были тогда, в начале 20-го века. Из этого тот человек, который написал эту статью, сделает вывод, что какой ужасный американский центральный банк, и как он там, в общем-то, разрушил, по сути, доллар. Но если мы вдумаемся, то на самом деле это означает, что доллар в реальном выражении обесценился примерно по проценту за год. Что, как мы уже выяснили, совершенно незаметно, на самом деле, с точки зрения восприятия людей. У нас эта величина, я не буду даже вас заставлять вспоминать, насколько рубль там с 91-го года в процентах, включая там деноминацию и прочее, да, даже не буду это обсуждать. Поэтому не надо даже сейчас что-то говорить на тему ожиданий, они еще реально, извиняюсь за выражение, дурацкое сравнение, если вас стукнули обухом по голове, то ожидать от того, что вы забудете про это через 5-10-15 минут, и даже через там день, вряд ли приходится. У вас просто шишка будет, и звон в ушах, и так далее. Вот у нас сейчас до сих пор еще стоит этот звон в ушах, и поэтому мерится пока не то, что реально происходит в мире, а мерится то, что случилось там энное количество лет назад. Опять же, если мы говорим тех же американцев, у них самая большая инфляция за весь этот период была в 70, не дай бог памяти, в 5-9 году, где-то вот в этом моменте, она зашкаливала где-то там процентов 15, и с того момента она вот достаточно стабильная, плавно растет, несмотря на всякие изменения процентности. Когда говорят об инфляции, мне сразу вспоминается несколько вещей, я их сейчас тоже цифровых приведу. Первый, мне вспоминается мультфильм про 38 попугаев и удав, который говорил, что о попугаях я длиннее. То есть, ребята, на самом деле, давайте договоримся, в чем мы меряем, как мы меряем и так далее. Потому что, если мы посмотрим на, знаете, как тоже кто-то сказал насчет того, что люди, которые любят колбасу и политику, им никогда не надо показывать, как это делается. Так и здесь, или там это была, на самом деле, чья-то фраза перефразированная, но это не важно. Так вот, про инфляцию, если люди хотят всерьез относиться к инфляции, никогда не надо рассказывать, как это все считается. Потому что один из простейших примеров, это подсчет, учет, ну, правда, это не совсем в нашей, я буду политкорректингу приводить примеры из американцев, как у них считается инфляция, связанная с IT-сектором. У вас есть компьютер, чья производительность – миллион операций в секунду. Он стоит тысячу долларов. Через год производительность этого компьютера стала 200 тысяч операций в секунду. И вырос, стоимость его стала две тысячи долларов. Вот инфляция от такого рода мероприятия – ноль. Потому что удельная стоимость одной операции у вас осталась одна и то же. И в этом смысле ваш сервис, который вы покупаете, он остался одним и тем же. Мы можем приводить массу статистических вещей. В этом смысле все, кто занимается статистикой, они давным-давно уже, честно говоря, ее воспринимают чисто технически, но никак не объект веры, потому что верить в нее нельзя. Ну, просто понимая, как это все устроено с точки зрения формулы и прочих историй. Например, те же американцы в ВВП в 2000 году изменили модель, включив в расчет ВВП, например, объем внутрибанковских транзакций. В 2013-м они изменили размер ВВП примерно чуть меньше триллиона, где-то 700 чем-то миллиардов, просто чисто технически, пересчитав определенные интернет-операции и так далее. Поэтому, да, они сохраняют преемственность средов, но объективность восприятия размеров, то есть, условно говоря, если мы будем говорить, в долларах американская экономика больше, чем китайская или нет, занятие по ВВП, конечно, абсолютно бессмысленное, потому что степень, способ подсчета, он совершенно разный. Но есть что-то все-таки неизменное, есть все-таки реальное. Опять же, готовясь к какой-то другой статье, я нашел случайно совершенно материал, где были найдены таблички из территории, так называемой, Междуречья, в которых была сделана запись какого-то там бухгалтера или какого-то щитовода, который подсчитал стоимость, если не ошибаюсь, а в САП, по-моему, или ячменя в золоте полторы тысячи лет до нашей эры. И тот человек, который вот приводит этот пример, он говорит в своей статье, что я пересчитал стоимость этого ячменя на 2012 или 2013 год, оказалось, что разница в 8%. То есть, соотношение между ячменем и золотом практически осталось тем же самым. Я подумал, у нас что-то такое есть, и я провел такой эксперимент, посчитал стоимость поезда в метро в золоте, вы будете смеяться, с 92-го года находится в стабильном коридоре примерно 1200-1400 поездок. Так вот, на самом-то деле, с 1992-го, сколько мы за это время пережили, то все равно оставалось. Метро в Москве. Метро в Москве. Но у нас же есть другие. Нет-нет-нет, я просто поясняю, что несмотря на все эти флуктуации, есть какие-то вещи, которые остаются объективными. В этом смысле, вот при словутой инфляции, все, что мы видим в ценовом мире, это на самом деле напоминает фильм «Дети капитана Гранта», когда был там один нехороший человек, бандит, пират, который подсунул топор под компас, и компас показывал не в том направлении. Вот на самом деле, здесь речь не о том, что есть компас или нет, а есть некий топор, который искажает наше восприятие действительности, и вот эти направления оказываются несколько иными. Поэтому, на самом-то деле, вот такой, может быть, забавный переход, вот то, что мы получили в 2009 году в форме биткоина и прочих криптовалют, это на самом деле некий, так сказать, прорыв некого протеста, если хотите, в той иллюзии денежной, которой мы живем там, ну, с момента, условно говоря, как минимум отмены золотого стандарта, а как максимум в 20 веке, там, с определенными отклонениями. Инфляция — это такой же, если хотите, политический инструмент, как и социологические опросы, как и, так сказать, механизмы голосования, как и что-то другое. Поэтому воспринимать это как объективную реальность можно только вкупе с другими параметрами. Например, мы с коллегами, там, опять же, в 2014 году, вот тут очень много приводилось в 2014 году, то, что произошло некий излом, проделали некую работу, целью которой было построить модель инфляции с точки зрения ее прогнозирования. Во-первых, что изменилось очень сильно, давайте посмотрим, в каком мире мы живем. Во-первых, у нас ушел фактор под названием изменение тарифов, его просто убили. Неважно, как, почему, его просто нет. Он был мощным, и, собственно, все то, что случилось в инфляции до 2014 года, это там, как минимум наполовину, объяснялось тарифами. Даже в подтверждение этого у нас расформировали службу, которая этим занималась. Тарифы госпонополий. Ну, да, регулируемые тарифы, в широком смысле. Второе, что у нас ушло, вот то, что было сказано по поводу низких или процентных ставок. Мы же практически с нулевого по 2014 год жили на завозном капитале. Вот все то, что было в виде низких ставок, избытка денег, что выражалось потом технически, не хочу вас грузить цифрами, в темпах роста денежного предложения, которое достигало и 30, и 40 процентов, и так далее. Вот сейчас у нас, в последние 3-4 года, он не поднимается темп роста денежного предложения выше 8 процентов. Ошибки ЦБ не компенсируются. Да, я просто решил вас помучать цифрами. Вот я вас помучаю цифрами. Вот, поэтому тарифов у нас нет. Деньги мы зажали. Курс, который у нас плавающий, он на самом-то деле является, как ни парадоксально, но оказался еще более фиксированным, чем в тот момент, когда он был фиксированный. Почему? Потому что фиксированный курс, это не есть фиксированный курс как таковой, а это есть провокация спекулировать против Центрального банка. Если мы посмотрим историю валютного рынка, то мы увидим, что все те страны, которые делали, там 98-й год тому премьер, 92-й год в Великобритании, да куча примеров, Аргентина, там я не знаю, буду вам приводить кучу примеров, как только местные монетарные власти пытаются, условно говоря, что-то жесткое сделать в курсе, они тут же получают, рано или поздно, спекуляцию. И, собственно, единственное, что сделал Центральный банк, он сказал, ребята, меня не атаковать, я в домике. У меня плавающий курс, поэтому... И, собственно, все то, что мы имеем сейчас в виде стабильности, это как раз ровно то, что ни против кого спекулирует, поэтому бессмысленно. Поэтому, если мы посмотрим на процесс инфляции, я еще удивляюсь, почему у нас дефляция не началась, потому что вся совокупность параметров, которая сейчас есть, она, в общем-то, особенно с учетом мировых процессов, она совершенно спокойно может довести до того, что мы через год-два-три, месяц-два-три-четыре получим просто негативную инфляцию. Ничего такого, что является проинфляционным, у нас нет. Но, опять же, подчеркиваю с техническим точки зрения. То, что мы видим в виде 11% или 10%, это про другое. Это про то, что называется обжегшись на молоке. Это про то, что у человека или у людей есть некая память, и эта память является элементом инерционным. Не говоря уже о том, что инфляция и цены это не одно и то же, ну и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это измерение, оно важное, нужное, но оно работает прежде всего, и почему так Центральный банк к этому благосклонен, потому что, собственно, Центральный банк ушел от управления реальными вещами в управление так называемыми ожиданиями. Для того, чтобы этими ожиданиями управлять, надо, чтобы хоть кто-то рассказывал, что это такое, потому что иначе будет вообще такое ощущение, что вот есть реальные миры, а есть какие-то ожидания где-то там. Можно я тут вклинусь чуть-чуть? Проблема-то, вот как бы продолжая мысль, проблема теперь в том, что рассказывает, что это такое, не сам Центральный банк, несмотря на то, что он как бы в последнее время стал гораздо больше заниматься там разъяснительной работой, по поводу финансовой грамотности и так далее. Рассказывают гражданам, вот откуда у них берутся эти ощущения и эти ожидания. Телевизор. Он им рассказывает, ребята, у нас впереди высокая инфляция. Дальше к ним приходят социологи и спрашивают, ага, именно так и происходит. И спрашивают, какие у вас ожидания по поводу инфляции? И они начинают транслировать то, что они услышали в телевизоре. Телевизор, на самом деле, здесь не самый главный фактор. Им гораздо больше магазин рассказывает, чем телевизор. Магазин не рассказывает об ожиданиях. Нет, ожидания они не формируются в отрыве от их реального практического опыта в этом вопросе. Они увязаны на него очень плотно, именно на опыт, а не на то, что им кто-то сказал в телевизоре. Им никто не говорил в телевизоре даже, что цены дальше расти не будут. Вот когда был кризис, и когда все нам в форуме говорили, что цены дальше расти не будут. Вы меня простите, пожалуйста, мне просто телевизор звонит буквально каждый день. Ну и я знаю, что многим звонит, да, и спрашивают, а что вы считаете, там будут расти цены или нет? Как же не говорит-то? Говорит и телевизор, и радио, и интернет, все они говорят об этом. Очень много и убедительно. Но вы знаете, на самом деле... Они говорят много, но не факт, что убедительно. А другого источника... Прошу прощения, значит, в 2008 году еще там моя компания начала заниматься аналитикой. К нам стали приходить предприниматели из мелкого и среднего бизнеса. И говорить, ну в конце 2008 года, и говорить, Ребята, все, что мы можем найти в открытых источниках, не соответствует тому, что мы видим своими глазами. А вы можете сделать там другой прогноз? Значит, вот сейчас происходит то же самое. Ну и в любом пике кризиса происходит то же самое. Значит, видят люди одно, говорят им другое. У них происходит вот эта вот шизофрения. Они начинают искать какие-то альтернативные источники информации, которых, ну, как бы, во-первых, мало, во-вторых, они, как правило, неадекватны. Вот. И в результате, как бы, вот эти ожидания... Нет. Вот текущие ощущения формируются магазинами. Тут я согласен. Ожидание ни в коем случае. Ну, давайте не уходите. Мы копались с этой историей. Они действительно ужасно адаптивные. Там ключевой фактор все-таки опыт, а не медиа и все остальное. А то, что они слышат в телевизоре про цену, они начинают тут же говорить, что там будут обманывать. Цену они про... Телевизору про цену они не верят. Нет. Когда телевизор говорит, что инфляция 3%, они говорят, конечно, что телевизор врет. А когда, если телевизор им скажет... А есть такие телеканалы. А если им скажут, что инфляция на самом деле 20%, они скажут, ну вот, правда. Конечно. На самом деле, это и на нашем выборке, на нашем населении есть, и на западном населении, хотя, понятно, по-разному. Есть такой эффект, он очевиден. Чем более заживочный слой, тем меньше этот человек тратит на потребительские товары, тем больше он тратит на финансовые активы, на развлечения и так далее. И поэтому вы действительно в каждом слое получите совершенно разную картинку. Просто проблема наша в том, что структура нашего населения... Вот возьмем банки, например. Известный факт. В банках по объему вкладов у вас будет... 1% вкладчика, 40% вкладов. На самом деле, то есть у нас очень большая неравномерность. И второе, что у нас, у нас совершенно иная модель экономики. Если мы возьмем ту же Америку, у них прирост, который на самом деле отражается на населении, на их ощущении, определяется на 70 примерно процентов расходами населения. То есть если у вас ВВП растет, у вас расходы растут. И наоборот. Это вы чувствуете на себе. У нас ВВП на, например, 40 с лишним процентов это нефтянка, экспорт и так далее. И экспорт туда, экспорт сюда. Вы как население это абсолютно не чувствуете. И то же самое с инвестициями и прочими делами. Поэтому мы, как люди, и они, как государство, они в смысле непонятно кто, но кто-то, в виде ВВП. Это абсолютно разные истории. Это что-то под названием государство живет своей жизнью, а я, как гражданин, живу в своих каких-то ощущениях. Это начинается с самой модели экономической, если хотите. Опять же, мы говорим про безработицу. Да почему у нас безработицы не было? Да потому что у нас уже к 2014 году, после того, как госкорпорации начали создаваться после 2008 года, у нас сегодня государственный сектор, в широком смысле этого слова, больше двух третей экономики. Поэтому там какая же безработица? Ну она плюс-минус, но она скрытая, как максимум, а так ее вообще нет. Поэтому мы живем в 2014 и в 2008 уже в разных экономиках. А если мы возьмем еще четвертый, еще совсем в разных. Поэтому это вот, несмотря на то, что времени вроде немного, а изменения происходят очень сильно. Поэтому инфляция, это как вот в кавычках некая средняя температура по больнице, которая здоровая, что она есть, но вот что она отражает, это в общем... Прекрасно. Коллеги, у нас остается совсем немного времени. У меня последний вопрос. Провокационный. Провокационный. Вопрос в следующем. Нужна ли нам низкая инфляция и может ли экономика расти в условиях низкой инфляции? Чудес не бывает. Во-первых, если вы будете заливать в двигатель машины, условно говоря, молоко, то гипотетически, или там спиртник, гипотетически он заведется, ехать будет плохо. Вообще-то, то лучше заливать бензин. В том смысле, что если у вас есть машина, то вообще для нее должен существовать бензин. А государственная по своей структуре экономика при рыночных, по своему принципу, методах стимулирования в виде денежно-кредитной, бюджетной политики, вещи, мягко говоря, не очень хорошо совмещающиеся. То есть, тогда уж если структура государственная, давайте госплан и вперед будем планировать. Тогда есть вариант, что мы как-то планируем правильно, и оно будет как-то расти куда-то туда. Поэтому у нас сегодня, с одной стороны, мы видим абсолютно правильные меры с рыночной точки зрения макроэкономической стабилизации, денежно-кредитной политики, бюджетной политики, если хотите, антимонопольной, всякой-всякой, макропровенциальной, и совершенно другую структуру экономики, которая, рост которой будет обеспечиваться некими другими вещами. И даже если считать, что я утрирую, то, по крайней мере, даже и это применимо, то все равно при рыночных механизмах есть вполне известные подходы под названием кредитное стимулирование, бюджетное стимулирование. У нас ни того, ни другого нет. У нас жесткая денежно-кредитная, у нас жесточающаяся бюджетная. Поэтому, что бы мы ни делали, вот в такой конфигурации экономических, или, если хотите, следуя экономическим законам, не существует механизмов, которые при такой раскладе обеспечат какой-то, кроме как естественного фонового роста, естественного фонового роста, это обычно 1-2%, до 3%. Ничего другого в такой конфигурации получиться не может. Независимо от уровня инфляции. Независимо, да, независимо от уровня инфляции. Денис, это мера из другой, из рыночной экономики. Мы с вами встретились в метро. Вы вызвали у меня доверие. Мы не знакомы. Скажите мне, я на следующей станции выхожу. Что такое инфляция? Про цены я понял. Разница цены инфляции. Я вам скажу, что такое инфляция. Инфляция это, прежде всего, ваше личное ощущение не того, насколько цены выросли или упали, а так называемое, если по-английски говорить, affordability. То есть, насколько тот уровень дохода, который вы имеете, ну, неважно, от работы или от каких-то вкладов, соотносится с тем уровнем цен на товары и услуги, которые вы потребляете. Вот это вот главное. Все остальное это игра с цифрами. А когда Центробанк вообще говорит об инфляции, он говорит не об индексе потребительских цен, по-хорошему-то, а об индекс-дефляторе. Не усложди. Ну, ладно. Ну, а другой инфляции, об общей инфляции. Вот. Поэтому Центробанк, он хитрый. Он специально, на самом деле, как бы вот совершает эту фигуру умолчания, чтобы в случае чего можно было сказать, а мы вообще-то имели в виду совершенно другое. Денис, ты сегодня настолько мемов наговорил, что Центробанк хитрый, Центробанк испустил, надо еще слово дух сказать. Значит, смотрите. И мы смонтируем. Я хочу продолжить то, что сказал Константин по поводу инфляции, по поводу определения инфляции. Вообще говоря, что такое инфляция, с точки зрения экономики, это загадка, нерешенное до сих пор. Я хотел с этого начать. Константин, сняли просто с языка. Дело в том, что есть много версий того, откуда вообще берется инфляция, почему она возникает. Но ни одна из этих версий не стала окончательной. Зачем на самом деле сегодня нужна инфляция как некий субъект, или как некая субстанция, которая существует в нашем мире? К сожалению, после того, как в 20 веке отказались от определенной модели управления экономикой, основанной на товарных деньгах, золото, не золото, не важно, и перешли к тому, что называется фиатными деньгами, потом потратили лет 50-60 на то, чтобы выработать какую-то модель, как этим всем управлять. Были разные попытки задать темп роста денег, связываться с безработицей, еще что-то еще. Ну, то есть, разное. В конечном счете ничего более хитрого не смогли придумать, кроме пресловутого инфляционного таргетирования, которое на самом деле по большому счету не дает возможности проверить, что же, собственно, делает Центральный банк. Потому что Центральный банк, объявляя ставку, которую мы все там слышим, видим, на самом деле, с другой стороны, знаете, как фокусник, реально делает что-то, что на это влияет. То есть, увеличивает, уменьшает количество денег, позволяет больше или меньше использовать залогов и так далее. Мы все это, ну, я имею в виду обычное население, мы не видим. Поэтому история, которую мы видим в своей жизни, мы видим две вещи. Это инфляция, ну, там три, безработица, и ставка Центрального банка. И вот в этом наборе из трех-четырех элементиков нам всю историю рассказывают. А реальная жизнь, реальные процессы происходят совсем как бы в другой... Это как полет по приборам. Вот как бы вы не видите земли, там летите в облаках, вот у вас три прибора, и вот на основании этих вот бегающих, дрыгающихся стрелочек вам нужно понять, вообще вниз, вверх, там куда, вправо, влево. Такая загадка. И вверх ногами. А может, и вверх ногами, запросто. Значит, на самом деле взаимосвязь темпов экономического роста и темпов инфляции никто никогда не подтвердил. Точнее говоря, зависимость одного от другого. То есть, есть множество исторических примеров по поводу того, что высокие темпы роста в какой-то там экономике происходили на фоне на фоне высоких темпов инфляции или низкой инфляции, или там еще какой-то инфляции. Что от чего при этом зависело и зависело ли вообще в каждом отдельно взятом случае нужно расшифровать по-разному. Универсального как бы ответа нет. Я абсолютно согласен с Константином в том, что вероятность экономического роста или там высоких темпов экономического роста существует сейчас у нас здесь сама по себе, а инфляция сама по себе практически. Есть одно очень важное практическое применение, которое мы просто не познали. Поэтому для нас это не нет в реальности, а на Западе это было. Долгие годы за счет профсоюзов и всякого рода соглашений существовали механизмы, которые через инфляцию выравнивали темп роста соответственно цен и темп роста заработных плат. Вот то, о чем у меня коллега спросил, ровно соотнесение того, что вы получаете с тем, что вы можете купить, оно неким образом задавалось. Потому что мы все, наверное, может быть помним, может быть не помним, но условно говоря, даже США примерно до конца 70-х годов жил в полусоциалистической экономике с огромным количеством, я не с точки зрения рынка, а с точки зрения регулирования. И цены там регулировались, и статки по депозитам регулировались, и зарплаты там регулировались, и так далее. То есть на самом деле мы воспринимаем мир как что-то, что сложилось условно говоря с 80-х годов, условно говоря с времен Вашингтонского консенсуса. А это относительно короткий временной промежуток времени, где инфляция постепенно стала терять свою значимую функцию, а стала только неким политическим, если хотите, лозунгом. А как измеритель, как, скажем, дифференциал, или наоборот, выравниватель, который выравнивал, как социальный фактор, даже социалистический, если хотите, который выравнивал Ваши доходы с Вашими расходами, это все было до, условно говоря, 80-х годов, а потом постепенно было убрано под предлогом абсолютно либеральных механизмов с точки зрения свободного рынка и прочего, осуществовало даже в совершенно рыночных экономиках, таких как Великобритания, до Тэтчер, в Америке до Рейгана и так далее. Так 3% это успех? Слушайте, это мне напоминает старый анекдот. Приборы, 8, что 8, а что приборы? Ну, на этом я предлагаю закончить официальную часть проследование, это было что-то. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова